Производство – один из важнейших инструментов в экономике нашей страны. Но это не единственный механизм, на который ориентируется государство. И это как раз тот случай, когда Беларусь должна еще и звучать гордо. А лейтмотив национальной политики, конечно, в ее духовном потенциале. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача государства. И в это готовы вкладываться. По поручению президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная фабрика фортепиано – предприятие, которое в перспективе обеспечит учреждение образования и культуры пианино нового поколения. Под крышку инструмента заглянула Нина Можейко. Тут самый случай, когда факты лучше озвучить, а глаголят истину с музыкальной точки зрения те, кому принято доверять – дети. Инструмент очень звонкий, на нем очень приятно играть. Моду на антиквариат уже отменили в Орше. Сегодня коллекцию фортепиано местной детской школы искусств пополнили шесть новых пианино. На каждое свой паспорт. И это исторический момент. Инструментальная база не обновлялась более 30 лет. Однозначно они станут очень хорошим поспорьем для нас. Очень мы рады тому, что министерство прислушалось к чаяниям школ и сделало такой поистине царский подарок для нас. Теперь от услуг настройщика можно будет отказаться как минимум на год по гарантии. Не говоря уже о сроке эксплуатации фортепиано – не менее 15 лет. Всего район получил в подарок 15 пианино. В 100 раз больше базовых инструментов подлежат замене по всей стране. В ближайшие два года все эти инструменты будут приобретены у фабрики фортепиано и поставлены в конкретные учреждения культуры и образования. Кроме того, за эти два года мы планируем отремонтировать почти 2300 музыкальных инструментов, техническое состояние которых мы оценили, которые пригодны для такого ремонта. Об успешном завтра нужно заботиться уже сегодня. Год назад эту тему подняли те, от кого зависит, как будет звучать имя Беларуси на мировых площадках. Творческая молодежь озвучила насущные потребности на встрече с главой государства. Реакция поступила незамедлительно. Талантливые дети, а они не всегда у богатых людей. Талантливые дети. Есть таланты и у людей победнее. Но сегодня сложилась парадоксальная ситуация, что даже пианино купить весьма сложно такой семье. А старые вышли из строя. Поэтому поставлена задача ему отремонтировать все старое и восстановить производство, но на более высоком уровне, инструментов музыкальных, особенно пианино, которые у нас когда-то выпускались, по-моему, в Борисе. Утолить музыкальный голод должны вот эти люди. Где в итоге продукт высокого спроса получился качественным и доступным. И на 40% белорусским. Закуплена фабрикой фортепиано была вот эта вот линия для сборки инструментов последнего поколения. Это основной элемент. Футер. Процесс склейки корпуса на Борисовской фабрике занимал почти целый день. С этим оборудованием мы можем производить его за 20 минут. Производство неполного цикла. Гиганты нынче не только затратные, но и экологически грязные. Лить чугунную раму сложнее, чем просто заказать. Мастера-реставраторы стали хирургами на производстве. Ежедневно вмешиваются в сложный организм на 12 тысяч деталей. Здесь сделали более пологий наклон струны. В старых борисовских инструментах было почти 90 градусов струна стояла. И очень часто это такой был производственный дефект и рвалась она здесь. Наши ребята, они делают от первой операции и до последней доводится один человек. И это так чувствуется. Это почерк, это красиво. Ставку делают на ручной труд, особенно когда речь идет о механике. Каждый молоточек и гомерстиль крепятся вручную. За сердце фортепиано ясное дело отвечают женщины. В их ведомости и аус-лейзер, немецкий термин, без которого не обходится ни одна операция регулировки. Проверку на прочность образца устраивает специальный робот или обыгрывающая машина. Ее еще называют массажной. Так вот, 20 минут такого массажа приравнивается году эксплуатации. Для того, чтобы удостовериться в качестве образца, такой массаж делают дважды с одного нажатия кнопки. Тут придраться не к чему. Но прежде чем новой клавиатурой коснуться пальцы потребителя, фортепиано с легендарным названием «Беларусь» проходит практически психологический тест на отзывчивость. Как инструмент отзывается на краску, какой колорит тембр. На подоне и в упаковке фортепиано «Тезка страны» готова к очередной отправке. Следующая на очереди – Витебская область. Нина Можейко, Наталья Бреус, Андрей Ястребов и Александр Берецкий. Агентство «Дели новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова